Следующий кустарник, который я хочу вам представить, это спирея. Спирея делятся на две большие группы. Это летнецветущие и весеннецветущие спиреи. Все весеннецветущие спиреи, они белые, поэтому вы их легко отличите. Но разница не в окраске соцветий, а в том, что они принципиально по-разному обрезаются. Все белоцветковые спиреи обрезать нужно после цветения. То есть это где-то, вот она сейчас у нас зацветет на 9 мая, на 15 мая в зависимости от погоды. И уже после этого, в конце мая или в начале июня, ее можно будет обрезать. Если мы сейчас проведем эту обрезку, то мы части цветов мы лишимся. Потому что вот здесь на всех, на всех почках есть бутоны. Это у нас будет фонтан, водопад белых красивых цветов. Будет сказочная красота. Что можно с этим кустиком сейчас делать? Вот единственное, что нужно у него удалять, вот эту вот мелкую поросль. Внизу куста, она, вы видите, на ней очень мелкие почки, и цветов там практически нет. Все цветы будут вот на этих вот ветках. Дальше посмотрите, почему я сейчас стала говорить о ней, об этой спирее, именно сейчас. Когда есть листья, не так вот все видно. Вот этот побег, он у нас прошлого года, этот побег вырос за одно лето. Вот спирея серая, она чем характерна, что она способна выгонять за одно лето очень длинные и мощные побеги. Вы видите, он практически не ветвится. Если я его после цветения обрежу, я его буду обрезать примерно, вот у нас считается, ну как бы, цветочная часть, на которой будут цветы. Я на одну треть вот так буду обрезать этот побег. Чего я добиваюсь? Вот посмотрите, здесь побег, который был обрезан в прошлом году. Вот у него сколько пошло дополнительных побегов, и на каждом из них будут цветы. Таким образом мы добиваемся пышности. Вот тоже такое же ветвление, у него очень слабенькое. Мы его подрежем, либо вот так я его обрежу, либо каждую веточку укорочу, посмотрю. И вот мы добиваемся того, что у нас ветвится этот побег в разные стороны, быстро довольно-таки у него отрастают эти боковые побеги. И получается большая цветущая обильная масса. Теперь вот к этой спиреи давайте подойдем. Это летнецветущая спирея японская, называется она Голден Принцесс. У нее желтовато такие золотистые листочки, особенно молодые, очень красивые. И у нее поддерживается такой шаровидный кустик. Вот здесь немножечко поздновато делать обрезку. Весна в этом году такая странная, то снег лежал буквально 4 дня назад, и уже по снегу начали отрастать почки. Вот эту спирею, она цветет летом на побегах текущего года. Ее обрезать сейчас можно и нужно. Мы будем обрезать, придавая ей шаровидную крону. Вот это вот все с прошлогодними цветочками я обрежу. Обрезаю примерно на одном уровне, чтобы у нас получился аккуратный шарик. Сначала это выглядит довольно-таки жалко, потому что, казалось бы, жалко обрезать хорошие здоровые веточки. Но тем не менее, каждый вот такой обрезанный побег, он дает разветвление. У нас получается пышный шарик. Вот эту веточку тоже обрезаем. Из каждой почки у нас пойдет ветвление. Вот таким вот образом. И мы добиваемся шаровидной формы. Вот в прошлом году этот куст был обрезан. Вы видите, что этот шарик сохраняется. Эту спирею можно обрезать 2, даже 3 раза в сезон. А вот когда у нее образуются молодые вот эти побеги, на них сразу распускаются цветы. Вы летом обрезаете эти цветочки. Цветочки все обрезаете. Захватывая, может быть, еще одну-две почки. И у вас уже на этих местах снова образуются побеги. Таким образом, ваша спирея будет цвести до сентября, даже до октября месяца. Вот очень многие говорят, что японские спиреи один раз летом цветут, ну, довольно-таки долго. Ну и все. У меня эта спирея цветет 2-3 раза за лето, потому что производится такая многократная обрезка.